Бесперебойную работу промышленности поможет сохранить только противоэпидемиологический режим. Как на предприятиях Чувашии соблюдают санитарные требования, сегодня проверил временно исполняющий обязанности главы республики. Меры предостороженности касаются каждого. За несколько часов до инспекционной поездки на предприятие и сам временно исполняющий обязанности главы региона сдал тест на коронавирус. В своде правил для работников завода соблюдать социальную дистанцию в полтора-два метра. На проходной разметка антисептики и электронные градусники с высокой температурой в цеха не пропустят. Мы проверяем и, естественно, вот разметка, все это есть. То есть люди выдерживают при прохождении, да? Да, выдерживают. Проверили, прошел, другой прошел, да? Да, не только на входе, но и на выходе. Стараемся соблюдать требования по дистанции. Ну, как я уже говорил, то есть дезинфекция помещений, обработка несколько раз в сутки это производится с использованием дезинфицирующих средств. Два поста успевают, но помогают, естественно, организовали дополнительно, чтобы у нас стояли медработники. Решение об открытии предприятий в условиях пандемии было непростым, но необходимым, отметил Олег Николаев. А долгого простоя промышленности могли последовать многомиллионные убытки. Не допустить слишком глубокого экономического спада, потому что очевидно, что в этом году многие бюджеты потеряют. Это и Российская Федерация, и регионы. Вопрос только, насколько. Да, спад есть даже у предприятий, потому что работает, как правило, численность примерно от 60 до 70 процентов от численного состава. Ну и, конечно же, в связи с тем, что есть определенные трудности в организации производства, вот объем производства относительно прошлого года, он меньше. Но, тем не менее, он есть, люди работают. Президент страны, обращаясь к нам, главам регионов, обозначил, что он нам дает полномочия и призывает принимать решение адекватно складывающейся ситуации. В условиях действующего противоэпидемиологического режима на рабочих местах только те, от кого зависит производственный процесс, административный персонал. На удаленной связи. Ну, по максимуму, мы стараемся людей отправить по домам. То есть, если они, ну, как бы сказать, руками ничего не производят, то, соответственно, они могут удаленно из дома работать. Как бы, ну, пошли по такому пути. Ну, и, соответственно, проводим работу с коллективом, ну, объясняем им, что... Не все понимают, что вот ты без маски, ты себя чувствуешь здоровым, но вокруг людей можешь заразить. То есть, воспитательная работа, соответственно, проводится. Сейчас одна из главных проблем производителей – долги заказчиков продукции. Если по Лукоилу у нас заказ должен был отгружаться в июне, то теперь они его на январь 2021 года сносят. То есть, вот как бы... То есть, такие фактики тоже имеют место? Да, 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 имеет место быть. Но хоть хорошо, что вот мы письмо писали с НИРом, договорились, контракт подписали по производству ячеек. То есть, это вот где-то миллиардный контракт. Проблемные вопросы в Рио главы региона взял на контроль. С министром промышленности страны Олег Николаев намерен обсудить просьбу руководителя предприятия «Яхтинг». Здесь налаживают выпуск медицинских масок. Но сейчас производители испытывают дефицит материала. Проблема республики по Москве закроется полностью. Вопрос сырья будет стоять. Насколько Казань, Татарей нам будет продавать сырье? Четыре тонны, трех видов, это 19 тонн. Будем поддерживать, когда создаются новые производства. По всем этим направлениям будем работать, однозначно. Пандемия не отменяет наград лучшим работникам. Руководителям электроаппаратного завода Олег Николаев передал знаки отличия для двух инженеров за трудовые успехи. Торжественную церемонию пообещали организовать, когда эпидемиологическая обстановка позволит. Дмитрий Ковалев и Павел Оридков, Республика.